Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Светлана Занько. В гостях у нас Ирина Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники. Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. Говорить мы сегодня будем о современных методах пломбирования зубов. Тема заявлена слушателями нашими, которых, кроме всего прочего, интересует, как, какими методами можно запломбировать зуб по ОМС и какие еще варианты, собственно говоря, есть у человека. Дополнительная. Сейчас поясню, как мы построим нашу сегодняшнюю программу. Прежде всего, вас, слушатели, мы познакомим с материалами, которые используются для этой процедуры, для пломбирования зубов. А во-вторых, мы расскажем, как грамотно вести себя пациенту, который обращается вот за такой стоматологической помощью. А уж если у нас время останется, то мы можем рассказать и как пломбируются молочные зубы, и, может быть, как у беременных женщин. Хотя я подозреваю, что не останется. Уж больно широка, да? Очень большой. Широк вопрос. Давайте начнем тогда прямо с пломбировочных материалов. С детства мы помним, что нам ставили такие пломбы, они какие-то серенького цвета бывали, иногда они были металлического такого оттенка. Я, естественно, готовясь к нашей программе, увидела такое слово, как амальгама. Слово, как мне кажется, из такого далекого прошлого. Но, судя по всему, все-таки амальгама используется и довольно успешно. Работают. Ну, давайте пломбировочных материалов. Действительно, сегодня стоматологическая нам промышленность изготавливает достаточно большое количество пломбировочных материалов. Но если обратиться к основным канонам, то у нас есть материалы для пломбирования, для постоянного пломбирования, есть материалы для временного пломбирования, есть материалы для пломбирования корневых каналов, есть материалы, так скажем, для герметизации фиссур, то есть их определенные такие классы. Я поняла, что мы сегодня с вами поговорим о тех материалах, которые используются для восстановления функции зуба и для восстановления, самое главное, анатомической формы зуба, что хотят наши пациенты. Ну, если говорить про пломбирование зубов с точки зрения восстановления функции в состоянии анатомической формы зуба, то нужно понимать, что на приеме по ОМС в государственных клиниках основная цель – это устранить имеющихся в коронковой части зуба дефект пломбировочным материалом, чтобы не было дальнейшего развития кариозного процесса. А вот если еще восстановить все бугорочки, четко передать эстетическую форму, цвет, так скажем, живность зубу, так скажем, блеск и вот все-все-все, что связано уже с естественным таким составляющим для зуба, то это называется эстетической реставрацией. Безусловно, это не может проходить на приеме по ОМС в государственных клиниках. Для этого существуют и, так скажем, частные клиники, и, конечно же, это кабинеты платных услуг в государственных учреждениях. Здесь и времени на пациента выделяется гораздо больше, то есть только сколько требует эта реставрация. Хоть 4 часа врач может заниматься вот этим творчеством и сделать то, что необходимо и, самое главное, нужно пациенту в соответствии с его клинической ситуацией. Давайте все-таки начнем с простых процедур, когда у вас кариоз, дырка или скол уже, например. Самое страшное, мне кажется, да? Хочу сразу сказать пациентам, особенно наши маленькие пациенты, если возникают сколы, особенно фронтальной группы зубов, то есть возникает страховой случай, и у ребенка возникает травма, то в рамках ОМС мы эти пломбы, световые пломбочки, если необходимо, не надо там депульпировать зубик до этого, но все равно финишный, так скажем, этап лечения, то есть постановка пломбы, восстановление его опять формы зуба, мы делаем из светоотверждаемых материалов, то есть это входит в программу ОМС, но это в основном дети. Только для детей, да? Фронтально передние зубы вы имеете? Да, фронтально мы говорим про передние зубки. И даже молочные так постановки? Ну, молочные зубы, честно говоря, у них очень такая своеобразная минерализация твердых сканий зуба, и у нас вообще в детской практике мы не занимаемся именно композиционными постановками, у нас есть другой, мы называем его стеклоиномерный цемент, но вот когда наши родители слышат слово «цемент», хотя он тоже световое, так скажем, дополнительное отверждение, почему-то им вот понятие «цемента» вообще не нравится. Хотя нужно сразу сказать, что цементы, они по своему происхождению, они разные. Есть минеральные цементы, это то, что из прошлого, как мы говорим, века, но если, как говорят, из той же мучки, но другие ручки, если они правильно поставлены, поставлены в соответствии с требованиями, которые появляются и к самой кариозной полости, то поверьте, что такие пломбы и стоят и до сегодняшнего века, потому что, ну, может быть, технологии изготовления пломб, материалы были разные, не могу сказать. И есть у нас более современные, на основе полиакриловых кислот, это мы называем стеклоиномерные цементы, конечно, они более адгезивные, то есть они более совместимы с твердыми тканями зуба, они более уже эстетичны, в нем можно выбрать цветовой оттеночек, и от серенького, и беленького, и даже желтенького оттенка. Поэтому это все, конечно, в руках врача, как видит врач клиническую ситуацию, как ее оценивает, и что максимально приближено к естественной улыбке наших пациентов. Мы сейчас сказали о минеральных цементах и стеклоиномерных цементах. Два этих материала используются, например, при какой процедуре? При одном и том же, в принципе, так же, локализации кариозной полости можно принимать тот или иной материал. Для лечения кариеса? Для лечения кариеса. Все за выбором врача, потому что он, повторяю, что видит ту ситуацию, в которую нужно, необходимо поставить вот пломбировочное материало. Во-первых, мы же учитываем и уровень гигиены полости рта пациента. Вот у нас даже есть в учебниках, что относительным противопоказанием для проведения реставрационных работ композиционными материалами это является, если у пациента плохой уровень гигиены полости рта. Почему относительное противопоказание? Нужно врачу научить пациента правильно ухаживать за зубами, а вот потом уже заниматься реставрацией. Иногда бывает неуспешность этих реставраций. Она как раз в изнацах, что пациенты не научили ухаживать за зубами. Пломбы, они любят шлифовки, полировки именно зубными щетками с помощью зубных паз. Тогда их продолжительность, так скажем, жизни в полости рта более длительная. Потому что, согласитесь, что в полости рта у нас очень агрессивные факторы. Во-первых, это смена температуры. То холодная, то горячая, то теплая. И на это нужно правильно реагировать не только зубы, но и пломбы. То есть они должны дышать синхронно. Что зуб, что пломбы должны расширяться в одном моменте и сокращаться в одном моменте. Если они будут делать это в унисон, то будут как раз сколы не только пломб, но и сколы самого зубика. Дальше это постоянное присутствие влажной среды. То есть редко у кого бывает сухо в полости рта. Поэтому пациенту в пломбочке нужно выживать. И в этой среде плюс электролитная среда, то есть это слюна, наша такая среда, в которой находится столько микроэлементов, которые могут создавать гальванические токи в полости рта. Вот именно эти нюансы и должен видеть лечащий врач. И не от того, что пациент хочет такую пломбу. Конечно, я тоже хочу подарить пациенту красивую пломбу, но, наверное, будет практичной, если она будет стоять длительное время. У нас беда в том, что наши пациенты не всегда прямо бегут. Вот сегодня откололся кусочек, вроде бы пока язык ее ощущал, вот составал какой-то дискомфорт, и была такая маячочек, что нужно идти поставить пломбу. Как только все притерлось, все мы забыли о том, что там ведь скололось что-то. И мы приходим, когда уже болит. Поэтому я думаю, что, наверное, в данном случае по программе ОМС нам нужно поставить такие пломбы, адгезивно способные, чтобы они дольше стояли в кариозной полости. А если эти зубы, тем более, не видно в линии улыбки, и наша самая специальность, ну, скажем так, ведущая, они, конечно, связаны с тем, что должна быть высокая эстетика. Но если это не связано с какими-то профессиональными способностями, когда там нужно прямо во все 32 зубы улыбаться, наверное, достаточно ограничиться это стеклоиномерными пломбами, потому что это тоже здоровая улыбка. Так, я вот к этому вопросу еще вернусь на самом деле. Хорошо. Все-таки мне хотелось бы, чтобы мы с вами прямо четко перечислили материалы, чтобы отложилось в головах услушателей. И все-таки начнем с амальгамы, к ней вернемся. Она используется. И действительно она поблескивает металлическим блеском. Да, имеет белый металлический блеск. Что такое амальгама вообще? Амальгама – это сплав ртути с одним или несколькими металлами. То есть, как правило, сегодня используют серебряную амальгаму чаще, потому что само серебро обладает некоторым антисептическим действием. Но в данном случае нам это не очень как бы и принципиально, хотя пусть антисептический эффект легкий будет. С другой стороны, она очень пластичная, она легко конденсируется в кариозной полости, то есть она для врачей очень удобна в работе. С другой стороны, ртуть. Слово «пугает». Пугает ртуть. Правильно вы сказали, что ее амальгаме уже больше 150 лет. И поверьте, что не найдете ни одной, скажем, провокационной статьи, где было бы написано, что она когда-то кому-то, эта пломба нанесла какой-то вред. Не только зубу, но и организму в целом. Да, пока она находится в несвязанном состоянии, вот когда она не соединена с металлическими опилками, то есть со сплавом из металлов, в чистом виде она представляет определенную угрозу. Но когда уже произошло соединение, как говорится, смачивание, происходит смачивание металла ртутью, они взаимно дефондируют друг друга и организуется очень плотное соединение. Долго застыла? Ну, у нас есть показания, так скажем, к тому, что полировку окончательную пломбы мы проводим только на следующие сутки, то есть через 24 часа. А пока вот такая она находится в более мягком, податливом состоянии. Но она уже в связанном состоянии, там нет такой отдельной частички ртути, она все равно присутствует с металлом, поэтому она не опасна для человека. Насколько прочная эта пломба? Это самый прочный пломбировочный материал, и в рейтинге самых из материалов, которые будут иметь хорошие прочностные характеристики, это, конечно, амальгама. Но есть показания, на какие поверхности мы ставим эти пломбы. То есть это тоже все входит в компетенции врачей. То есть на жевательные поверхности ставится... Вот даже сегодня, когда приезжают, например, знакомые из Израиля, из Германии, у них по социальным программам, особенно в Израиле, где молодежь, там мальчики и девочки, уходят в армию до 18 лет, у них даже, включая премаляры, ставится амальгамовая пломба, потому что она действительно реально прочностная, это на десятилетия ставится пломба. Ну, хочу, наверное, немножечко огорчить, поскольку наша Россия подписала, так скажем, мы вступаем в конвенцию с 2020 года, что государство без ртути, поэтому вот идет активная замена галогеновых ламп на всякие другие пломбы. Неужели пломбы сюда попали? Скорее всего, да. Будет приостановлено производство на основе ртути, содержащих вот этих... Без исключения. Ну, наверное, к этому времени еще есть 3 года, чтобы наша промышленность либо что-то аналогичное, как бы замещающее придумала, либо что-то будет изобретен, какой-то новый композиционный материал, который будет иметь эти же прочностные характеристики. Вот если мы говорим с вами о цементах, о которых уже упоминались, это фосфатные или минеральные цементы и стеклоиномерные цементы, они используются и в тех же случаях, что и амальгама? Или они совершенно при других? Нет. У нас, и повторяю, что есть такая определенная классификация, врачи ее хорошо знают, это профессиональная классификация по блэку, и если мы сегодня говорим о той нормативной базе, на которой чаще всего ссылаются наши пациенты, и приходят такие, скажем, вопросы, или претензии иногда, почему мне поставили, например, цементную пломбу, а я хочу светоотверждать. Мы до них еще дойдем. Да. Поэтому у нас есть клинические протоколы, клинические рекомендации, правильно сказать, клинические рекомендации, мы их придерживаем. И действительно, по первому классу, предположим, я понимаю, что, наверное, вам это мало о чем говорить, но то есть первый класс, тогда полость кариоза находится чисто на жевательной поверхности, там, где у нас ямочки, где у нас фиссуры, как мы называем. Вот по этому классу можно поставить и пломбы из амальгана, можно поставить и минеральный цемент, это может быть селидон, может это быть и стеклоиномерный цемент. Повторяю, что все зависит от структуры самого зуба, когда доктор проводит репарирование, он чувствует, насколько рыхлые ткани, насколько глубоко самоупоражение. А так можно поставить и композиционный материал. Цементы быстро стираются? Есть такое мнение. Все пломбы, сейчас нет таких пломб, которые не склонны к истиранию. Были, вот появились последние компомеры, появились армокеры, органические мифицированные керамика, которые действительно были ориентированы на то, что производители говорили, что у них совершенно нет склонности к истиранию. Но, как показала практика, уже по истечении лет, что все равно эти пломбы склонны к истиранию. И сейчас у нас появилось даже, так скажем, понятие жизнеспособности пломбировочного материала. То есть, все-таки, они не вечные. Это нужно понимать, что вечных пломб точно нет, потому что и с течением времени у нас зуб тоже. Он имеет физиологическое истирание. То есть, если истирается зуб, то должна синхронно истираться пломба. Поэтому все у нас должно быть компенсировано. Здесь, я так понимаю, очень много от врача зависит. Насколько он грамотный и насколько он правильный. И насколько он чувствует. Конечно, сам зуб, он такой же орган, он настолько индивидуальный у каждого пациента. Поэтому, наверное, наши клинические рекомендации говорят, что при данной одной клинической ситуации, но у разных пациентов, у врача есть право выбора. Выбрать либо минеральный цемент, либо закончить лечение композиционного материала. К праву выбора тоже вернемся. Мы подошли с вами к светополимерным материалам. Вот это тот самый материал, после ломбирования, которым прикладывают такую штучку, которая светится, и он должен застывать должен. Материал под этой штучкой. Вы полностью дали определение, что такое светополимерный материал. Да. Расскажите все-таки про него, что это такое, из чего состоит, токсичен ли он для организма, насколько действительно он долговечен и прочный, и в каких случаях применяется. Ну, согласно нашей, так скажем, опять стандартизации, которая в стоматологии сегодня очень активно используется, ИЗО, у нас любой композиционный материал, куда относятся светоотверждаемые материалы в том числе, состоит из трех основных составляющих. Это органические, органическая матрица, потом идут неорганическая матрица, это все, скажем, частицы барьева, алюмовторсиликат, то есть это любая неорганическая частичка. Вот именно размер этой частички, ее конфигурации определяют, насколько, так скажем, вообще все свойства, все характеристики пломбировочного материала. И третья составляющая, это мы называем поверхностно-активные вещества осиланы, которые связывают их между собой. Поэтому говорить о том, что как будто бы они принципиально разные, композиционные материалы, нельзя, потому что у них все-таки одна структура, но состав разный, то есть разный размер частиц, разное содержание вот этого неорганического наполнителя, ну, где-то 85-95%, а это уже говорит о том, что материалы разные. Они разные по плотности, они разные по цветонаполнению, то есть вот цветоощущение, какое у нас по оптическим характеристикам. Вот именно вот неорганическая вот эта наполнитель, матрица и определяет свойства. Что еще сказать? Какие у нас бывают микронаполненные, макронаполненные? Я боюсь, что эти подробности нам не нужны, но вот что хотелось бы знать, это еще раз, вот эта светоотверждаемая пломба. Это не панацея. Не панацея. Это не панацея. То есть нам хочется, чтобы все зубы у нас были, безусловно, белые, но и даже в самой... Вот цвет самое главное, давайте выбрать. Это конкретное пломба может подарить вам право выбора цвета. Что не скажешь других? Про минеральный цемент это не скажешь, действительно. А вот про стеклый, наверное, цемент, у них есть уже, у врача есть право выбора цвета. А палитра, если мы будем сравнивать светополимерные и... Ну, поскольку стеклонамерные цементы, они обладают большей прочностью, и, скажем так, в них много замутнителей для того, чтобы придать механическую прочность этому материалу, поэтому они, наверное, не так активно и ярко пропускают цвет, что сегодня хотят наши пациенты. Они хотят, чтобы не было на фотографиях вот этих непонятных оттенков, они хотят, чтобы во время улыбки у них был прозрачный и режущий край, чтобы он имел, так, не только оттенок, но имел такой, как мы говорим, живой блеск был у зуба, который был естественен для естественных зубов, очень близко идёт. То есть, если мы говорим о жевательных зубах, то вполне подойдёт, если мы сравниваем, да, цементы, которые по свету можно подбирать, но вполне подойдёт светополимерный материал. Стеклоиномерный материал. А если мы говорим о фронтальных зубах, как там улыбается? Ну, конечно, здесь нужно приоритет оставить композиционный материал. Но композиционный у нас ведь есть тоже химического отверждения, светового отверждения. То есть, это тоже разные, так скажем, вроде бы по определению материала, но у них тоже хорошие, так скажем, эстетические характеристики. То есть, у них тоже есть много цветов. Там у каждого производителя есть 25-27, но это тоже у кого-то 13-16-19, но это всё знает врач. Поэтому и из композиционных материалов, которые не только светового, а химического отверждения, но это тоже композиционный материал, можно тоже выбрать материал, конечно. Вот теперь насчёт выбора. Когда мы говорим о том, что врач имеет право выбора, какой поставить материал, в зависимости от того, какой диагноз он ставит, насколько он видит себе схему лечения, ну и согласно протоколам, конечно, ну и своим знаниям, он может выбрать вот из такой палитры материал. А какой выбор имеет пациент, который приходит? Вот что нас интересует. Если опять стать на закон, то пациент имеет право выбора врача. То есть он выбирает. У него это закреплено у нас в законе об охране здоровья граждан. Он имеет право выбора медицинской организации, право выбора врача. То есть если врач грамотный, я так понимаю, что это логично. И каждый пациент может быть уверен в том, что лечение пройдёт, и можно просто доверяться специалисту. Вот здесь-то как раз сарафанное радио вполне себе имеет право на существование. Это лучше рекламный работает. Да, посмотрел, как сделали одному, другому, как лечили, как получилось, и пошёл вот к этому врачу. То есть врач, наработавший себе репутацию, понятно, не будет больше народу. Но это ладно, потому что ему идёт, слава Богу. Мы как выбираем. Так мы послушали, посмотрели, пришли к врачу, которого смогли выбрать. И дальше, даже если мы пришли к врачу, которого не выбрали, а просто пришли в бесплатную поликлинику государственную, сели в кресло перед врачом, которого не знают. Но всё равно его выбрали. То есть получается, что в каждом холле висит список специалистов, которые работают, или, так скажем, в терминалах, которые сейчас информационно стоят, либо на стендах, можно найти полную характеристику специалисти. Это всё тоже есть. Это всё к вашему... То есть вот если я пришла, правда, если я пришла с полисом ОМС, вот, например, в клиническую стоматологическую поликлинику нашу кировскую, то я могу посмотреть на этих врачей, почитать о них информацию и прям записаться к тому, который мне нравится. Да, то есть вам предложат. Может, я понимаю, что у кого-то очередь в ожидании, получается больше-меньше. Но, в принципе, вся информация специалистов, в каком году он закончил вуз или училище, в какой он имеет сертификат, и какую категорию он имеет, имеет ли он кандидатскую учёную степень, это всё отражено у нас на информационных стадах. Это, в принципе, в каждом учреждении должна быть такая информация на входе. А по ОМС у этих врачей отличается как оплата за услуги? Или что касается ОМС, там всё расписано только по конкретным действиям, а не по компетенции? Нет, вообще способы оплаты медицинской помощи за счёт обязательного медицинского страхования, у нас есть нормативные документы, у нас существует классификатор медицинских услуг, по которым работает врач. Но причём поэтому классификаторы услуг составляются, так скажем, и правильливо составлять прескуранты услуг даже и в частных клиниках, потому что, чтобы собрать какую-то услугу, она же сейчас вкладывается из каких-то простых, так скажем, составляющих. Вот для этого это тоже хороший ориентир, потому что там чётко прописано, какая услуга чему соответствует. Хорошо, я пришла с полюса, выбрала на стенде врача, пошла, записалась, какой бы очередь это ни была. Вот я выбрала и пришла, села в кресло. Дальше врач смотрит мой зуб, у него есть какая-то там схема лечения, он мне рассказывает про это, и предлагает ли он мне выбор из пломбировочных материалов? Нет, право выбора, вообще, опять же, вернёмся, чтобы это понимали пациенты, раз вы выбираете врача, всю ответственность за диагностику, выбор метода лечения, за профилактические какие-то манипуляции отвечает именно лечащий врач. Вот даже я, как главный врач, могу понять, что мне это что-то не нравится, я могу внести корректировки в какое-то в лечение данного пациента, но в конечном счёте, если всё пойдёт не по моему сценарию, а даже если я вмешалась в эту ситуацию, отвечать за мои там плохие рекомендации будет лечащий врач, всю ответственность ведёт лечащий врач. Поэтому у него есть вот клинический протокол, в нём написано, что от А до Я он может пользоваться этим спектром пломбировочных материалов, но собрав анамнез пациента, часто он болеющий, не часто болеющий, какие у него в анамнезе были общесоматические патологии, мы заполняем с вами карту здоровья, вот из этих всех маленьких нюансов и складывается потом картинка, какой же из 7 или 10 предложенных материалов или из 2 я буду выбирать. Он рассказывает, врач-пациенту? Всё очень индивидуально. А по слову? Иногда пациентам это бывает интересно, и они просят, то есть попросить, рассказать, вот попросить, рассказать, что мы сейчас будем делать и почему именно так. Это, конечно, право пациента. Не сердится врачи, когда просят пациента? Вот, ну нет, бывает так, что опять же на приёме очень регламентировано время приёма, там 20-30-40 минут в зависимости от того, какая запись у врача. На частном клинике там хоть, пожалуйста, хоть час разговаривать. Здесь бывает, что иногда, может быть, это иногда неловко и раздражает, и наши врачи, безусловно, ну, отучились, наверное, красиво и хорошо говорить, потому что им нужно выполнить, вот создать доступность. Временные рамки. Да. Создать понятие доступности, а чтобы приём был доступен, это значит, ну, чётко соблюдать время приёма. Потому что, если врач задерживается, очень трудно иногда понять, который стоит в очереди и ожидает, почему его вовремя не принимает. Бывает вот, даже вот в этом накладочке. Поэтому всё очень индивидуально. То есть, к этому надо быть готовым. Но спросить мы имеем право. Имеете право спросить. Врач объясняет. Иногда, когда начинаешь, наоборот, говорить что-то пациенту, у меня таких, они говорят, вот я к вам пришёл, вот скажите, вот вы если бы меня спросили про автомобили, поскольку я там работаю, я бы вам всё рассказала. А вот я к вам пришёл, делайте, а я буду отдыхать. То есть, сейчас есть такие, которые вот уже на доверии. То есть, если постоянный, так скажем, пациент у этого доктора, ему даже не надо ничего объяснять, он полностью полагается на его опыт, на его знания, на его умения, на его способности и так далее. Ирина Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники, в гостях программы «Слушайте доктора». Я Светлана Занько. Мы говорим сегодня о современных методах пломбирования зубов и есть ли у нас выбор. Всё-таки вот такой вопрос, поскольку он был отслушателем, я должна ещё раз уточнить. Положим, я въедливый такой пациент, я пришёл со своим ОМС, и я хочу, с одной стороны, сэкономить, я не пойду в платную поликлинику, потому что вот есть же у меня в конце концов ОМС, есть некие услуги. Я готов несколько раз ходить, например, долго ждать очередь. Я иду на эти, я приняла такое решение и иду на такие жертвы, временные прежде всего. Но я хочу, например, поставить материал подороже, светоотражающий, ну потому что я думаю, мы сейчас, конечно, с вами объяснили, те, кто нас не слушал, вначале вы послушайте, пожалуйста, про материалы пломбировочные и их свойства, да. Ну, материал, который, мне кажется, может быть дороже и в ОМС не входит. Есть такие? Я поняла вопрос. Я понимаю, что вам придется второй раз повторять. Да. Хочу сказать, что вот наши пациенты, да, действительно, иногда недопонимают. У нас, во-первых, есть... То есть, я еще раз, извините, то есть, я прихожу и говорю, вы знаете, вы меня полечите по ОМС, но пломбировочный материал поставьте дорогой, я доплачу. Я все поняла. Ну, можно на этапе, как скажем, вот пломбирования прижим-каналов вы провели по ОМС, а пломбы действительно хотите поставить в другом месте, пусть платно, бесплатно, без разницы. Я хочу сказать, что у нас по классификатору услуг у нас услуга оказывается комплексная, потому что нужно понимать, что мы несем ответственность за ту работу, которую мы сделали. А если один пришивает пуговки, другой пришивает воротнички, то это получится, как у Райкина. Поэтому мы не рекомендуем и не советуем, и даже по нашим нормативным документам у нас врач работает по ОМС. Вот он работает по ОМС, мы оказываем комплексную услугу, и потом за нее получаем какое-то финансовое вознаграждение в виде заработной платы для врача. Если такой вариант возможен, что вы не хотите дальше лечиться, то просто будет по инициативе пациента, у нас есть такой алгоритм, куда отмечает врач, мы прерываем эту медицинскую манипуляцию, и вот за какой-то маленький блок нам фонд заплатит. А дальше выбор врача, он может уйти и поставить что угодно. Но это будет выбор пациента. Но понимать нужно, что кто-то потом должен будет за что-то. У нас всегда потом говорят, а вы там лечили. Поэтому я считаю, что если, опять же, вы выбрали правильного, грамотного себе специалиста, который действительно, вы чувствуете, что вы как-то синхронны ваши желания, и ответы, на которые вы получаете вопросы, получаете хорошие ответы. Я думаю, что стоит довериться врачу, каждый профессионал тоже, но для меня, например, честь моего халаты, моих мнений, она для меня важна. Я считаю, что если я сегодня сделаю что-то неправильное, сделаю некачественно, сарафанное радио сработает положительно, и завтра я останусь без своей работы. Поэтому можно, это допустимо, но не в государственных учреждениях, по наслугу оказываем комплексом. У нас нет такого деления, что вот я сейчас так, а потом так. Вы можете прервать, по своей инициативе повторяю, наше посещение. Но всю ответственность, кто возьмет на себя потом, я не знаю. Ирина Николаевна, а существуют страховые какие-то случаи и какие-то гарантии? То есть, вот сколько должна служить пломба, если она раньше выпала, что происходит? Замечательный вопрос, безусловно, есть. В каждом учреждении существует положение о гарантийных сроках, о сроках службы. Они тоже вывешены и должны быть донесены до пациента. Они должны быть читаемы где-то в доступном месте или на сайте того учреждения, в которое вы пришли. Это обязательно требование. У нас есть закон о правилах предоставления платных услуг населению. И даже те, которые у нас страховые компании по МС работают, мы тоже даем гарантию на свои работы. На пломбу, на эндодиотическое какое-то лечение, на ортопедические конструкции. То есть, все это должно быть в учреждении. Если мы говорим о пломбах, у них гарантия от и до по времени, сколько длится? Все работы, в основном, в каждом учреждении, я не могу сказать, почему у нас разные бывают. Наверное, не могу сказать, потому что, если взять уровень участковой больницы, понятно, что там и даже диагностику-то провести иногда не получается, возможно, в том объеме, который мы можем сделать сегодня в наших городских учреждениях. Поэтому, может быть, там гарантия меньше устанавливать. Но в среднем, где-то по нашему городу, по нашему региону, это от 6 до 12 месяцев это гарантия на цементные пломбы. На композиционные пломбы там бывает чуть побольше, от 8 до, так скажем, до 14-16 месяцев. По факту они могут служить при правильном уходе? Они при правильном уходе стоят и служат достаточно долго. Если правильно подобран, в соответствии с клинической ситуацией в полости рта у пациента, если были показаны. Вот бывают случаи, что у пациента патологическое стираемо. Вот он хочет эти цветовые материалы, мы говорим, что у нас нельзя, то есть, может быть, кто-то в какой-то фирме при патологической подстираемости и поставит пломбу. Но насколько он беззаботно проживет с этой пломбой, только узнает потом сам пациент. Знаете, очень хорошую тему вы затронули патологическая стираемость. Я знаю, что множество людей мучается этой проблемой. Она связана и со стыдом в том числе, и с непониманием, от чего это происходит, и как вообще с этим жить, и как выходить из этой ситуации. Я очень прошу вас прийти еще раз к нам в студию, чтобы про это рассказать. Потому что, ну, зубы, это, конечно, та вещь, которая является часто очень нашим лицом, она и является нашим лицом, да. И нужно дать людям совет, что, здесь делать, да, как не растеряться, как правильно, опять же, сделать выбор, куда пойти, как распланировать свое лечение. Потому что, ведь, стираемость патологическая возникает не только у возрастных пациентов, она и у детей тоже возникает, правда, да? И нужно вовремя угадать тот момент, когда заняться вот этим вот лечением и как себя вот вести. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. В гостях у программы «Слушайте доктора» была сегодня Ирина Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники. Я, Светлана Занко, прощаюсь с вами. До свидания. И будьте здоровы. До встречи. Спасибо.